Теперь о трехмерной графике. Вопреки традиционному усиленному вниманию к этой теме в курсах компьютерной графики, мы с вами трехмеркой заниматься не будем. В этот раз не будем. Просто это такая большая и самодостаточная тема, что ей посвящают отдельные курсы и даже специальности в вузах. И они по недоразумению совпадают по названию с нашим курсом. Так бывает. Тем не менее, для полноты обзора посмотрим, что же это такое трехмерная графика. Во-первых, есть 3D отображение и 3D графика. D это dimension, измерение. Два измерения задают плоскость, три объем. Так вот, путаница с названиями просто преследует трехмерную графику. В данном случае вы наверняка встречали 3D кинотеатры или 3D телевизоры и даже мобильные телефоны с 3D экраном. К трехмерной графике это имеет не большее отношение, чем любой другой кинотеатр, телевизор или монитор. В данном случае речь идет о способе воспроизведения изображений с передачей стереоскопического эффекта, который естественно для нашего бинокулярного зрения. B это два, Oculus это глаза. У нас два глаза, что позволяет нам видеть объемную картинку. Поскольку каждый глаз это, упрощенно говоря, двухмерный массив плоскости рецепторов. Для определения расстояния в данном случае используется метод триангуляции. Строится треугольник между объектом и двумя глазами. В двумя вычисляется высота к той стороне, что соединяет глаза. Она и является расстоянием до объекта, которое фиксирует мозг. Если же говорить о трехмерной графике, то она ко всем этим особенностям зрения прямого отношения не имеет. Она вообще существует в математическом пространстве. Возьмите любые оси XYZ и назначьте любую цену делением на них. Постройте какой-нибудь шарик или кубик, вот и объект в пространстве. А уж как этот объект будет визуализироваться на конкретном устройстве и даже с какой стороны, это отдельная большая тема. До нее еще нужно дойти. Хотите дойти? В принципе тут недалеко, давайте посмотрим одним глазком и двинемся дальше. Начнем сначала. Первым шагом в создании трехмерной графики является моделирование. Если в растровой графике мы выделяем поле точек и начинаем менять их цвет, в векторной мы задаем плоскость и рисуем там кривые, то в трехмерной графике, в трехмерном же пространстве нам предстоит создавать объекты. Можно и не обязательно трехмерные, плоские тоже встречаются. Модели задаются полигонами, что в переводе на русский означает многоугольниками. Если посмотреть на трехмерные модели, то они обычно заданы сеткой многоугольников. А какой самый простой многоугольник? Правильно, треугольник. Три точки задают плоскость, этого достаточно. Поэтому даже четырехугольные полигоны легко превращаются в треугольные. Если детализация растрового изображения зависит от количества точек, описывающих цвет в данном месте, векторного от количества точек, описывающих кривые, то в трехмерной графике за детализацию отвечает количество полигонов. Хотя не только они. Если мы хотим нарисовать какой-нибудь круглый объект, то нам придется потратить очень много полигонов, чтобы его граненая структура была незаметна глазу. А потом этот объект приблизится и все снова станет видно. Начнем с того, как сделать много полигонов. Изначально рисуется довольно грубая модель. Потом производится так называемая тесселяция. Это разбиение существующих полигонов на несколько, чтобы они могли более плавно описывать поверхность. В отличие от кривых, используемых в двухмерной графике, здесь практикуются прямые, поэтому тема плавности изгибов остается актуальной. Если увлечься тесселяцией, то полигонов станет очень много, и такую модель будет довольно сложно рассчитывать. Например, если вы делаете персонажа для игры, то там визуализация трехмерных объектов происходит в реальном времени, и количество полигонов обычно стремятся сократить, добиваясь реалистичности другими способами. Еще одна особенность моделирования – это свойства самих смоделированных объектов. Полигональные модели, о которых я говорил, – это пустотелое моделирование. Есть программы для промышленного моделирования, например, для станков, которые позволяют учитывать свойства объектов и способы их обработки. Второй шаг на пути к успеху зрителей – это текстурирование. Ведь все, о чем мы сейчас говорили, – это лишь поверхности из полигонов. На Шрека или Аватара это не очень похоже. И даже на классический чайник не потянет. Чтобы объект обрел вид какого-то материала, будь то серый пластик или человеческое лицо, нужно наложить этот материал на объект. Допустим, мы накладываем однородную текстуру, фотографию которой у нас есть. Здесь в пространстве встречаются растровая и векторная графика. Мы фактически накладываем фотографию на плоскость. Хорошо, что текстура однородная, и можно класть как ляжет. Теперь усложняем задачу. Нам нужно наложить текстуру точно по месту. Ну, скажем, карту поверхности Земли на вращающийся шарик. Ведь странно будет, если у нас на Северном полюсе окажется Австралия. Я уж не говорю о текстуре лица. Там точность наложения должна быть идеальной. И здесь встает вопрос маппинга, то есть установления соответствия координат текстуры и объекта. Да еще с учетом рельефа. Что бывает, не просто задать в изображении, которое размещается на объекте. Для этого создает так называемую развертку текстуры. Если совсем на пальцах представьте себе картонную коробку до того, как она стала коробкой. Она же делается из цельного куска картона. Если на ней что-то должно быть написано или нарисовано, то это наносится до того, как коробку свернули. Вот дизайнер знает, как повернуть изображение на каждой грани, чтобы собранная коробка выглядела как надо. На этом моделирование заканчивается. Чего не хватает? О, не хватает света. Мы же всем этим занимались в кромешной тьме. Свет бывает общий, как бы фоновый. Он не создает теней, исходит отовсюду. И бывают направленные, разной степени сфокусированности. От направленного уже появляются тени. Обработка теней это вообще отдельная сложность. Поэтому иногда ими пренебрегают или вместо настоящей тени рисуют что-то условное. Так в играх часто делают, где обработка в реальном времени требует сокращать расходы процессорного времени. А все потому, что настоящую тень считать довольно сложно. Допустим, фонари поставили. Теперь все. Опять оказывается не все. Собственно, глаза забыли. Но не глаза, а камеру. Ведь всю эту красоту, которую мы сотворили, нужно в том виртуальном пространстве чем-то увидеть. Для этого создается камера. У них есть координаты, направления, свойства объектива. Например, зум. Они могут двигаться. Сюда еще можно добавить атмосферу. Ну вот мы и собрали сцену. Но теперь это все. И опять нет. Все-таки сложная штука. Это компьютерная графика, да еще и трехмерная. Поставить камеры это полбеды. В обычной жизни лучи сами прилетают. А в компьютерном мире их нужно еще собрать и при этом не очень напрячь процессор. У нас есть некая трехмерная модель с текстурой, развешанные фонари и точкой съемки. А получить нужно растровую картинку, которая описывает, что видит виртуальная камера в виртуальном пространстве с виртуальным светом и не менее виртуальной моделью. В общем, нужно как-то смоделировать ход лучей и все сопутствующие этим процессы. Это называется рендеринг. Если мы будем рассчитывать все возможные лучи, исходящие от источников света, то этим увлекательнейшим делом можно заниматься до бесконечности. Ну хотя бы потому, что в реальном мире лучей от любого объекта исходит бесконечно много. Они же непрерывны. И светят они не только туда, куда мы смотрим, но и на оборотную сторону объектов, которые мы не видим, вообще за область нашего взгляда. Поэтому куда разумнее было бы выделить те лучи, которые нас интересуют, и посчитать именно их. Этот метод называется обратной трассировкой луча, Ray Tracing. Это не единственный метод, но он самый распространенный в рендеринге. Для этого от каждого пикселя, результирующей картинки, проводится обратный ход луча. С виду это простая задача, но на самом деле луч мог преломляться, отражаться, складываться с другими. В общем, это довольно трудоемкая задача для процессора. Мало того, что нужно вычислять положение всех полигонов, накладать на них текстуры, так еще нужно с учетом всех свойств материалов считать ход лучей. Вот теперь мы получили результат. Растровое изображение, которое можно посмотреть на мониторе. Ну а для этого были только координаты, какие-то обещания, что плоскости между ними будут выглядеть таким-то образом. Сложно не заметить, что трехмерная графика имеет корни в векторной графике. Отличие в том, что здесь строятся точки, по ним прямые, по ним многоугольники, по ним поверхности в трехмерном пространстве, а потом на поверхности накладываются текстуры, подобно тому, как в векторных рисунках в качестве заливки можно использовать растровое изображение. Мы говорили о нефотореалистичности в векторной графики. Трехмерная графика сама по себе тоже нефотореалистична. Ее такой делают методы текстурирования и рендеринга, а также всякие приемы, про многие из которых я и не рассказал. Аналог растровой графики в трехмерном пространстве тоже существует. Это так называемая воксельная графика, от слов volume и pixel, то есть объемный пиксель. Если растровое изображение это двухмерный массив точек, имеющих определенное значение цвета, то воксельное это уже трехмерный массив таких же точек. Возможно представить, сколько памяти потребуется для таких изображений. Используются они там, где очень важно получить детальную информацию о внутренностях объекта. Например, в медицине таким образом записывают результаты сканирования мозга. Кстати, о сканировании. Векторную графику тяжело вводить в компьютер. А что с трехмерной? Надо полагать ее вводить еще тяжелее. И да, и нет. Я думаю, вам доводилось видеть, как создают современные мультфильмы или фильмы с нарисованными трехмерными персонажами. Для этого используется технология motion capture. На человека вешают маркеры, в помещении ставят множество камер, которые считывают положение этих маркеров в любой момент времени. И дальше по этим данным вычисляются координаты каждого маркера. К этим точкам привязываются части виртуального скелета, на него натягиваются объекты и текстуры. И это, конечно, сканирование не столько трехмерного объекта, сколько сканирование движений. Дальше объект нужно создать и привязать к траектории движений реального актера. Настоящее трехмерное сканирование – это более новая технология, оттого пока более сырая. Вот трехмерный сканер у одной из существующих моделей. Используется лазерная подсветка и регистрация расстояния до подсвеченного места. Встроенные датчики позволяют определять движение сканера в пространстве, и по этим данным восстанавливаются координаты каждой сканируемой точки. Нужно поводить таким сканером вокруг объекта, и получается массив трехмерных координат. По ним восстанавливается виртуальная копия сканируемого объекта. Есть и стационарные сканеры, принцип действия у них похожий. Но это получается только модель. При сканировании также фотографируются текстуры, но это делают не все сканеры, да и не всегда это нужно. Часто трехмерная модель нужна не в качестве фотографии объекта, а для того, чтобы ее где-то использовать или напечатать на 3D принтере.